Да. Мы в прошлый раз начали читать и перевели только первую страфу стихотворения Ширгезаше Эйнбюнкто. Он начинается не с полной, но как бы цитаты. Я тогда сказал псалмов, но по правде сказать, хотя в псалмах есть похожие стихи, но это не псалмы, а Ширатаям. То есть это в начале сэфер шмот, песня, которую пели евреи по прохождению моря. Ширатаям. Аширала, Аширки, Гаугаа, Сузвер, Бора, Мабая, Озим, Зим, Ратья, Ваил, Ишуа и так далее, и так далее. Это называется Ширатаям. И он начинает как бы похоже на стихи Писания, но это делает на свой лад. Так как мы примели только четыре строчки, я их прочту и потом прочту дальше. Ширатаям. И это первая строчка, которую мы уже, которую мы занимались. Вторая строчка. Ашир. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Этим свойством определяется та глубочайшая связь народа со своей землей. Каким свойством? Свойством петь о ней, даже находясь вдали, даже переходя через моря. Через моря времени. Вот это свойство особое. Потому что петь о своем крае, когда ты в нем находишься, это как бы понятно. Это патриотическая песня каждого. Но когда десятки поколений находятся вдали, разбросаны, когда, казалось бы, нет никакой надежды, все против тебя, и перед тобой только море, океан всего, океан времени, океан страданий, и все-таки ты поешь о своем крае, и все-таки ты остаешься верен, вот это особое свойство. И это свойство этого народа. Так Грингр видит. Вторая страфа, которую мы еще не переводили. Это шир ла нофима гем лошар арави ад ахшам. Песню ту, тем краям не пел араб до сегодняшнего дня. То есть арабы здесь находятся, это да. Но это не потому, что это местонахождение исходит из глубины. Оно просто факт. Ну, как-то произошло так, что приехали сюда. Пришли сюда по каким-то причинам. Но песнь об этом они не поют. Двоеточие. И он говорит, каким образом они это не поют? Не словами, в которых магнетическая сила убийственного стремления из древней мелодии. Вот последние два слова. Из древней мелодии. Из древней мелодии. Сейчас я скажу. Кисуфи, катлан. Здесь вот два слова, которые он соединяет через короткое тире. Кисуфи это стремление. Катлан. Ликтоль. Это практически арамейское слово, которое вошло в еврейм в эпоху второго храма, времен Мишны и Талуна. И ликтоль это убивать. Ну да, не влезай, убьет, пишут на вышках. Сакана Катлани. Может быть, я не видел, но если пишут, наверное, правильно пишут. Вот. Да, Катлани. Катлан, Катлани, ликтоль. Это убивать. Иногда, конечно, это не обязательно убивать. Это иногда говорят. Вот как он, например, пользуется. Кисуфи, катлани. То есть, убийственное стремление. Что оно убивает? Оно убивает все остальные стремления. Оно как бы вбирает в себя все. Всю мощь, всю кровь. Все надежды. Если оно не исполняется, то человек десятки поколений умирали там. Стремления и надежды, которых не были исполнены, они не сумели приехать сюда. Они не сумели построить то, чего хотели. Но это было... Но сила. Сила стремления до убийства. Так же, как скажем, как в песне-песне написано Аза Камаветарва. Сильна, как смерть. Любовь. То есть, или это, или ничего. Вот поэтому он, этот Кисуфи, катлан, откуда берется это стремление? Из древнего, из древней мелодии. Нигун это мелодия, кадмут, нигуна кадмут. Можно сказать, из мелодии древности. Этими словами араб не пел. Откуда еще? Вот эта мелодия древности, или древняя мелодия. Уме аж до тайлогу, так дума, шел галя, гове, вигие. И из водопадов древнего божества. Прошедшего, настоящего и будущего. Надо сказать, что, конечно, эти три слова, яу, вигие, они как бы составляют непроизносимое слово, имя Всевышнего. Которое начинается с буквы Юд, потом буква Гэй, потом буква Вав, потом еще раз буква Гэй. И переводят это непроизносимое слово, как бы его объясняют, то, что оно вбирает в себя вот этот корень бытия. Было, есть и будет. Прошлое, настоящее и будущее. Ну, то, что было, есть и будет. Может быть, так будет ближе. Вот это другое, предвечное, это общее. А именно гая, гове, вигие, это... Существо, будущее всегда. Верно, но тут всегда, оно не просто всегда. Можно было сказать, не цхи. Это вечное. Леолам. Это просто вечное. Это вообще почти парадокс, потому что это предвечное. Если оно вечное, что может предвечать? Ну, без этого. Не, ну это просто термин. Я знаю, 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 знаю. Тем не менее, тем не менее, я сейчас, я просто объясняю. Вот это невысказываемое имя Всевышнего, которое в своё время, с чем-то тысячи лет назад называли греческим тетраграмотон. Тетра, потому что четырёхбуквенное имя Всевышнего. Тетраграмотон. Мы хотели говорить вот то, что... И это как бы объясняется тремя словами от корня бытие. Гавая. Гавая – это бытие. Да, и гая, то есть было, гове – есть, или пребывает. Вие – будет. Будус. Было, пребывает и будет. Ленин был. Ну, это про Ленина, это уже в другой сказке. Где, точнее, в другой? Есть и будет. То есть, это эти слова, в песне, которую арабы не поют, они исходят из древней мелодии, или мелодии древности. Они исходят из тех водопадов, что... Вот это самое интересное, может быть, литература. Водопады древнего божества. То есть, когда божество изливается в мир. Божественность изливается в мир. Водопадами. Ашдот. Ашдот – это водопады. Иногда пороги тоже на реке. То есть, там, где пороги, там и водопады обычно. Но тут имеется в виду, конечно, огромные воды, которые падают сверху вниз. И вот это древнее божество, древняя божественность. Ашдот. Ашдот. Амидгалит ладам. Веколь адигу. Камин бэгэстэрабуд. открывающийся человеку в голосе речения, ну можно сказать, да, речи, хотя и в сокрытии лика. Ну, он, конечно, имеет в виду Синайское Откровение, когда Господь открылся народу, это и называется по-русски Откровением, открылся народу в Торе, то есть в вещании, в речи, но, конечно, сокрыл свой лик. Оттуда идут эти слова, слова этой песни, которую араб не мог петь. Но не только в этом, не только в словах продолжает Гринберг, хотя он здесь ставит точку-запятую, и поэтому переходит как бы к другой метафоре. Лобих лейний гун мейтариим не через инструменты струнные, и не через трубы и флейты, то есть духовые инструменты. Иногда можно петь не словами, а звуками, но даже и не в них. лоби уговим, лоби уговим бедверим вейхагот, не через органы в храмах и дворцах. хейхаль, мы знаем, что это и храм, и дворец. Слово двир, хотя оно здесь во множественном числе, двирим. Дверим это довольно редкое такое, потому что двир обычно имеется в виду единственный храм на храмовой горе, так он называется, двир. Но можно сказать дверим, поэтому я понимаю, не в храмах и не во дворцах, не через храмы и дворцах. То есть, не через органы в храмах и дворцах. Запятая. Уводайше лоби уговим гуфамиим, ше ганефеш альвеид, и, конечно же, не в органах плотских, то есть через голос, через свои легкие. Не в органах плотских, двоеточие. в которых душа львийная, львийт это львийная, льви, львия, это льв, львица, ше ганефеш альвеид, поретет вам маабаея, лело тихла, ми паатель синаю муав, лишмей крав хахлилим. Да, вот эта львиная душа играет на них, на этих органах плотских, то есть своими легкими и так далее. Играет на них или, как сказать, ну да, перебирает их струны, лифрот, лифрот это перебирать струны, хотя орган это не струнный инструмент, но как бы, ну поэтому играет, может быть, проще и лучше сказать. Играет на них. Что она играет? Маабаея. Маабай это свои желания, тоже стремления. Лело тихла. Беспредела. Или бесконечные. Бесконечные, беспредельные. Ну, беспредел сегодня на русском языке, это очень нехорошее слово. Бесконечные. Бесконечные стремления, бесконечные желания. Мипаатеи синаю муааб лишми кравха хлили. Как бы, начиная от паатеи синаи, то есть, входу в... Нет, 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 это не вход, паатеи, это слово па, па это край, край волос, это край поля, это па, край какого-то пространства. То есть, от окрестностей, ну, самое, может быть, про, да, окрестностей синаи и муааба, потом, то, что после произошло, то, что еще за Ярданье, муааба, и до небес аллеющих битв. Алые, алые это хахлили, то есть, красные, красноватые, алые, хахлили, это вот такого цвета, то есть, когда небо краснеет от битвы, от крови, которая проливается. Тех битв, конечно, то есть, когда народ наш бился и в те древние времена за свою землю, и за себя, а потом проливал свою кровь во всех изгнаниях и практически бился за свою надежду. мы продолжим дальше? Следующий семинар через неделю. Как хотите, я могу здесь остановиться. Да, лучше остановиться. как вы считаете? Я считаю, что мы делаем сегодня тогда? И уходим домой? Нет, давайте продолжим. надо продолжить, дойти до конца. А уж кто, сколько может, тогда посмотрим. Неделя короткая, конечно, тяжело будет перевести. Ханнов даже перевел четыре строчки, правильно? За три недели. Четыре строчки, это немного. За три недели? С прошлого раза. Ну, это было просто. За три недели это немного. Давайте на... А то за неделю... Давайте с удовольствием. Давайте на конца. Я спрашиваю только, чего вам... Да, да, да. Хорошо. Можно анекдоты рассказать? Можно тоже, конечно. Если вы их ступите. Да, следующая, третья страфа. А где ты у меня? Третья страфа. От... той битвы, которая в стихах Писания определяется пророчеством. Веетханехалим арно. То есть, битва происходила с речи двух речек, ручьев, которая называлась Арно. Это древнее название, это Заярдание. Заярдание. И, конечно, для Гринберга это не только стихи из Писания, не только мужество, там, битвы, но само слово Арнон, которое ему напоминает слово Рина, Арнин. Да. Рина – это мелодия, Рина – это песнь, иногда это радость, иногда это радость победы, победы в битве, да, и вот все это вместе для Гринберга является очень важным, он пользуется этим немало, много раз этим сочетанием. Это Нехалим, Арно. Нехан – это речка, ручей. Как быть правильно? Много слов? Происходило… Мини – это От, это древнее такое. От, и как бы здесь цитата. Происходило… Э-э-э. От встречи речек Арнон. Арнон – это географическое название, поэтому я его не перевожу. Через все ступени лестницы святого стиха. Теперь я хочу пояснить. Сулам – это лестница. Впервые мы видим это слово «сулам», когда Яаков, убегая из дому по дороге на север к своим родственникам, ну, подходит ночь, он засыпает в пустыне, и во сне он видит лестницу, которая на земле, но доходит до небес, и по ступенечкам ее восходят и нисходят ангелы. Или мы обычно переводим «малахим» как «ангелы», но можно перевести как «посланцы Божьи». Потому что «малахут» – от этого же и слова «мелаха», «мелаха» – это ремесло, а «малахут» – это послание, это быть посланцем. То есть делать что-то по заказу. Ремесленник, что он делает? Он по заказу чьему-то что-то делает. «Бал-мелаха». И «малах» – это, ну, переводится как «ангел», хотя «ангел», конечно, слово не русское, слово латинское, и тоже оно… А настоящий перевод – это посланец. Или «от нашего имени действующий». И вот там начинается вот это «шлавейхаслам». Но тут, конечно, он это говорит. Вот это «слава». Так что, как у нас получается, Дзеев? Через все ступень лестницы 100 стиха и дальше? Это конец первой строчки. Аширо Кадош. Это конец первой строчки. Я сейчас поясняю слова. Нет, нет, это я просто пояснял, пояснял, где впервые это называется. Здесь посланцев нет. Слово «слава» как лестница проявляется в Библии в истории Уеака. Я прекрасно понял. Я хочу, чтобы всех стихах… Смысл такой, что все мироздание в движении. И мудрецы в Талмуде говорили, что это были за посланцы-ангелы. Это ангелы разных народов и наций. Некоторые сходят, некоторые восходят. Ну, как интересно. Это же Талмуде. Я говорю, это Талмуде. А какого? Тут вопрос был о смысле. Смысл-то в том, что есть динамика и движение в мироздании. С кем он боролся? Это он еще не боролся ни с кем. Ну, потом это он боролся с неизвестным. Это потом. Там написано. Стоит свою ссору от начала до конца. А потом от конца. С комментарием надо читать. Есть комментарии на время? Ну, тогда все. С кем он боролся? С кем он боролся? Так это без комментариев. Ну, так с кем он боролся? Я еще раз говорю. Там написано с неизвестным. Мудрецы говорят, что он боролся с ангелом своего родного брата-близнеца Исава. Не с самим Исавом. А как бы с его духовным ангелом-хранителем. И он его победил. Да. Сулан появляется. А есть ли однокоренные слова в библейском иврите? Сулан. Нет. Все? Нет. Нет. Сегодня, на сегодняшнем иврите. Легаслим. А есть только Сулан, как слово Сулан. Суламот. Суламот, да. То есть во множественном числе. Но нету. Нету глагола. Нету глагола. И нету... Ироги. Нет. Это слово появляется тогда и потом. Как бы оно не очень редкое, но довольно редкое. На слух очень арабское. Да. Иногда еще не было. Еще, наверное, не было. Во всяком случае, не. Были другие сирийские языки. Были другие. Были там акадский язык, сирийский язык, угорицкий язык был близок к нам. Вот. Арамейский язык. Но арабский еще не. Может быть, начинался только. Только начинался. Да. Это слово Сулам. Надо сказать, что, например, на еврите все, что касается звуков, нотных звуков, это тоже называется Сулам. Сулам. Ага, да. Сулам от Слилим. Ну, не линейка. Но линейка, да. Вот это как бы лестничка. И тоже как бы от низкого к высокому, или от высокого к низкому. Тоже называется Сулам. А то, что вы думаете, имена, это типа Салим, имена там арабские, да? Так это там другой корень. Там от Шалом они поменяли букву. Я поняла. Я просто на слух. Да. Мне показалось. Вторая строчка. В этой строке. Шегая муцар. Пехол нофеяны ха. Шонея магут. Беолама гори. Там мы говорили об этой лестнице. Шегая муцар. Которая была поставлена. Легатив поставить. Стояла. Которая стояла во всех краях чужих. Иных сущностей своей в мире народов. Других народов. Других, конечно. Во всех краях. Во всех краях. Чужих иных по сущности своей. Чужих иных по сущности своей. Или в сущности своей. В мире народов. Я сейчас поясню. О чем Гринбе говорит. И мы следующая строчка. Это еще более подчеркну. Гринбе говорит о том, что даже в изгнании, в различных песнопениях еврейских, несмотря на то, что они, конечно, уже были в чужих краях и как-то были под некоторым музыкальным влиянием, но основа их была древняя, наша, а не их. Хотя это было и среди других народов. Третья строчка. Башер нефеш Исраэль. Галевиит ям. Над нашам. Нагам кола. Бе оям. Бе оим. Слиха. Извините. Бе оим. В которых душа Израэлева львиная морская. То есть она не была из той суши. Галевиит ям. Львиная морская. Эм. На тна. Вот это трудно перевести. М. На тна. На тна. На тна это простое слово. Давала. Давала там. Но давала это очень будет не... Ну я переведу как есть, а потом меня поправит. Давала там. Рыком. Голоса своего. Голоса своего. В. И тут совсем слово уже. В оя. Что значит оя? Ой. То есть что было особенно в еврейской песне? Ой. Слово ой. Ой. Это был еврейский колорит всех песен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Ах. Тут надо сказать, что как видно Гринберг... Видите, это уже написано в 50-е годы. Гринберг помнил то, что сказал Бялик как-то. Бялика спросили, какова же была еврейская поэзия и еврейская песня в изгнании. И Бялик сказал, что это было свойственно с иронией. Это были те же самые нееврейские песни, но евреи добавляли к ним ой. И это сразу становилось еврейским. Как только отзвучал ой, все это было понятно. Но самое смешное, что самые мелодичные, самые такие русские песни, их все в России написали евреи. Да, в советское время. Не в царское, в советское. В советское, в советское. Да, это верно. Все абсолютно. Но в любом случае, Гринберг говорит здесь, конечно, о всех поколениях еще прежде, советских. Когда действительно к тем же самым, скажем, мотивам испанских баллад или восточноевропейских каких-то песен пастухов или каким-то арабским. Им все что-то добавлялось, какой-то еврейский мотив. И он говорит, что в нем было. Вот этот ой. Ой, который выражал и страдания, и стремления, и желания. Вот кем гениально он дает, глазами полными, серьезно, там. Вот это и самое ой. Вот этот ой. И поэтому он здесь ой им. Он делает эти ой, не один ой, а многие ой. Они были рыком еврейским в тех других мелодиях. Правда, ой на рык не походит? Ну, он говорит, на гам. Это, ну, может быть, рык, это может быть... Набой. Не знаю, ну, это слишком. Это слишком. Быть. Но, ну... Подбывать. Лингом. Это иногда что-то про себя не рычать, а это может быть... Подбывать. Ворчание. 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 Прошу. Есть еще один? О, прошу. Не выдержу. Не знаю. Был или нет? Нет. У меня не осталось. Ну, можно показать вместе с кем-то. Давайте мы закроем здесь дверь. Вот у вас чистый дверь, я отсниму. Просто, просто. Да я кому-то посмотрю где-то. У меня будет не очень удобно. Я пишу здесь, а это... Ну, мы давайте посмотрим сюда. Вот мы на этой строчке. На 16-й. На предыдущем занятии, Таня, мы прошли только 4 строки. Первый раз в прошлом. Поэтому сейчас двигаемся дальше, а переводить 4 строчки было просто неловко. Правильно. Нескромно. Мы постеснялись. Это, конечно, работает еще? Да. Все записывается. Понятно. Все наши. Я просто посмотрел... У господина Подольского, что это означает. Что? Какое слово? Лингом. А, ну и как? Рычать, ворчать. А если кошка, то шипеть. Нет, шипеть никогда в жизни. Ворчать можете? Шипеть никогда. Ну, там написано, есть ли о кошке. Он не может сидеть в кошке. А, ну что? Закройте дверь. Ну, это жалуется, скорее всего. Следующая строчка. В песне, или в стихе песенном, любви краев своих. Своих он подчеркивает. То есть, не тех, в которых евреи были и жили, а своих краев. И до покраснения белизны сапфира. Надо сказать, мы уже как-то говорили об этом словосочетании, ливната сапфира. Оно написано в Торе, когда Тора описывает откровение на Синаи. Это, конечно, особая картина и как бы откровение Всевышнего Человека. И поэтому там написано, и как бы под вот чем-то неописуемым, под ним, Петаха Траглам ливната сапфир. А под этим белизна сапфировая. То есть, совершенно не фантастический пейзаж. Ну, и именно так оно и должно быть. Потому что вот эта прямая связь, откровение Всевышнего, оно не может быть естественным и простым. Оно неописуемое, непонятное. И где-то, если человек всматривается, то он видит перед собой вот эту сапфировую белизну. То есть, практически ничего, но все-таки что-то. Вот эта жгучая белизна. Как бы прозрачная, но непрозрачная. И когда Гринберг здесь описывает это, до покраснения белизны, то есть, до покраснения от еврейской крови в тех чужих краях, когда они все-таки, несмотря ни на что, пели о своих краях. Даже когда брали народные песенки, украинские, венгерские, я, по крайней мере, знаю два, два примера этого, народных песенок, и переиначивали их на свой лад. Среди хабадников известна песня украинская «Катерина, молодец!» Если кто-то... «Катерина, молодец!» «Поди сюда!» И вот хасидская притча рассказывает. Еврей приходит в свое местечко, говорит приятелю, «Ты не поверишь!» Я шел по лесу и вдруг слышу голос откуда-то. Я уверен, что голос с небес. И что же этот голос... «Катерина, молодец!» «Поди сюда!» Что же это такое? О чем же он пел, этот голос? Казалось бы, очень просто. А не знали слова? Да нет. Голос с неба будет петь про какую-то Катерину, молодец! И он говорит, я думал и думал, что же это такое? И я понял, Катерина это... Кат-ри-на! То есть целая община радости. Молодец! Молодец! Полное веселье! Пад-ди сюда! Пад-ди-са! А-та! Пад-ди-са! Это на идорском наречии. Ты! Пад-ди-са! А-та! Пад-ди-са! То есть ты вызволил! Так он говорит, все тогда понятно, почему с неба был такой голос. Что вот когда мы все вместе будем в радости, в веселье, и он нас освободит, Всевышний, мы все будем... Или венгерская песня. Известная, то есть среди крестьян. СОЛЛА КОКОШМАР! СОЛЛА КОКОШМАР! Это песня петуха к курице. Кокош это петух. На бельгерском языке. Но евреи это слышали. Им понравилась мелодия. Но они все будут петь про петуха. Или про какие-то там любовные интриги между петухом и курицей. И они говорят, конечно, ну, это, конечно, метафора. Притча это Всевышний по отношению к еврейскому народу. Он нас за пилот. И мы должны к нему прийти. А в 19 веке Шалом Алейхен дает пример, когда внук, который уже пошел в гимназию, возвращается домой, а дедушка, как тот оксальный еврей, ну, говорит, что-то, он был не очень доволен, что тот идет в гимназию, ну, что поделаешь. Родители послали. И он ему говорит, ну, что ты там учил в этой гимназии своей? Я говорю, дедушка, я изучал поэму Лермонтова. Немцы. Не, немцы ли как раз про Москву, Москва. А, понятно. Скажи-ка, дядя Веднидар, Москва, спаленный, французский. И дедушка слушает, скажи-ка, дядя Веднидар, он говорит, ну, и как ты это понимаешь? Ну, говорит, как я понимаю? Ну, наверное, кто-то там. А, ты, говорит, ничего не понимаешь. Лермонтов твой был действительно великий поэт. Ну, о чем он говорит? Дядя, мы обращаем, Дод, Додвера Аля, в песне-песне. Это, конечно, мы обращаемся к Всевышнему, его спрашиваем, скажи-ка, великий наш, ведь Веднидаром, Москва, ты когда-то слышал про пожар в Москве? Это уже был в конце 19 века, он говорит, нет, дедушка? Конечно. Лермонтов имеет в виду Иерусалим. Иерусалимский храм. Это самый известный пожар в мире. Когда эти римляне, что он говорит, французы сожгли Иерусалим, это же римляне. И вот он говорит, скажи-ка, великий наш, всемогущий Господь, ведь Недан же римляне сожгли наш храм. Когда же вы? Понимаете? Вот что значит, даже в чужих краях, не только в географическом, но и в культурном смысле, когда как бы взяли те же мелодии, те же слова, но их всегда понимали по-своему. По-своему. Своими смыслами. И тогда самые простые слова и метафоры, те же Катерины, молодец, становились святыми образами. Те же петухи, те же курицы и те же французы и все остальное. Вот. Я вам дал три примера. Они не единственные. Не единственные. В испанских балладах среди евреев, которые еще до сих пор поют на ладино, есть целые баллады, которые тоже, это 14, 15, 16 века. Они все это переначивают по-своему. И это становится поэзией Силона, стремлением к Всевышнему и к своей земле, к храму, к святости. Все эти романтические баллады. Потому что для них, для евреев, вот эта живая любовь обыкновенных людей, она была отблеском великой любви Всевышнего к своему народу. Своего народа к земле, к Всевышнему, кто ли. Это был только отблеск. И поэтому, конечно, другие-то не знали, что это такое. Тут сам Леннадов не знал, о чем он писал. А вот этот дедушка знал. И так далее. И поэтому «Щир Мизмор», вот этот стих песни «Агаватануфимшелла» любви к своим краям, пока не покраснела, не заолела белизна сапфира. Вот эта белизна, белизна веры и стремлений, пока она не стала красной откроет, отлучения. Многоточие. Следующая строчка. «Дора храйдор, адшира эрга, адшука ха юлит, поколение за поколение». До песни «Вожделение» и тут он соединяет три слова, даже не два. «Вожделение страсти первозданной». «Геюли» это вообще слово древнегреческое, которое перешло в наш язык где-то в 4-3 веке до нашей эры. «Геюли» это первозданный, первичный, еще не имеющий формы. «Геюли» «Геюли» неуверен, потому что оно как раз римское, и «Юли» был римский, а это греческое слово. «Геюли». «Геюли». А «Юли» был римским. Ну, я особо этим не занимался, так что не знаю. Запятая. и следующая строка. «Шеод ги безер мадамба ураким» «Штукит уборит», которая еще в потоке крови в жилах двоеточие. «Штукит» «Штукит» имеет в виду, конечно, от слова «штика». Есть слово «штуки» талмудической, но оно к этому не относится. От слова «штика», то есть «немая» или «немое». А «убар» это эмбрион, это еще не родившийся ребенок. то есть вот это июль, то есть первичное, еще не имеющее своей формы. Вот о чем он говорит, он говорит о еврейском, еврейской поэзии своих дней. Она еще не имеет своей полной формы. А как только в зародыши, вот-вот, вы правы. Да, то есть «немая» как зародыш. Вот так вы принести. «немая» как зародыш. «Гайон» Следующая строчка. «Гайон» Сегодня. Двоеточие. Умахар, махар тарон беззерем адам шел рухבи ха-эй-шалюфи. А завтра, завтра, тире, завтра, эм, возрадуется. В потоке крови всадников огня прекрасных. Восклицательность. Что это за прекрасный всадник? Сложный такой образ. Да, сейчас я вам скажу, о чем идет. То есть, он говорит, на сегодняшний день еврейская поэзия и литература еще не имеют своей формы. Так как и еврейский национализм еще не имеет, у него еще нет как бы своего, своей полной формы. Ни храма, ни величия власти и так далее. но завтра, завтра это будет тем зародышем, который родится и оно возрадуется, это как бы выступит в образе оседлать огонь. Огонь – это самая такая неуправляемая энергия вот этих всадников огня прекрасно. Надо сказать, что в некоторой степени, как видно, либо осознанно, либо подсознательно, здесь Гринберг под влиянием Ницше. Вот этот надчеловек будущего, который является рыцарем, всадником, сверхчеловеком. сверхчеловеком. Уберменш. Уберменш. И он будет тем великим человеком будущего. И как бы Гринберг здесь говорит об этом типе, который родится из этого бесформенного пока еврейского национализма, еврейской государственности, еврейской культуры, новой, она еще не сформировалась. Но она завтра, завтра это конечно не именно завтра, завтра это в будущем, это станет прекрасными всадниками огня. Продолжить? Да, да. До конца. Ну, давайте, давайте. Следующая строка. Гуф ми, милвад гуф гизаину, миссугал ласейт, беховет зе шел мишберей днем. Чья плоть, кроме плоти рода нашего, может нести на себе всю тяжесть этих валов морских, то есть вновь он обращается к метафоре моря, море истории, море времени, море страданий. Кто может пройти через море, кроме нашего рода, нашей расы? Нести на себе всю тяжесть этих валов. Всю тяжесть тех валов морских. Валов. Вал, да. Валов. Этих валов. Как хотите, товарищи, я... Валов. Нет, валов. Валов. Как? Валов. Я не буду здесь ни с кем спорить. Восклицательный знак, если, извините, вопросительный знак, тире, следующая строчка. Валов, всю тяжесть валов. Морских. 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 Лицлоль богем лах цоттам уле-о-врам. Погрузиться в них. Разделить их. И пройти через них. запятай. Я хочу пояснить. Лахцоттам уле-о-врам надо было бы перевести на русский одним словом. Перейти. Потому что и лахцот, и ла-бор практически это лахцот и лахцот квишет перейти дорогу. Не разделите. Но почему я все-таки сказал разделить? Потому что действительно хэци, лахцот, это хэци с одной стороны, хэци с другой стороны. Половина тут, половина там. Например, полночь хацот ла-ли. Полдень хацот-йо. Перегородка мехица. Мехица. То есть погрузиться в море и как бы сделать так, чтобы не утонуть, а как бы раздвинуть его, разделить и тогда перейти. Иначе невозможно перейти. войти в воду и заставить ее расступиться. Игорь, я не спорю. Как написано это рассечение моря? Какой глагол? Другой. Расступиться? Другой. Заставить. Левко. Бакагая. А потом мудрецы называют это Криатая. Разрыв. Разорвать. Левко. Бека это это не разорвать, а как бы расщелина это бека. Расчелина. Ну, не совсем расчеленить, а как бы раздвинуть. Раздвинуть. Раздвинуть, да. Это разница между языком Тора и языком мудрецов. Тора очень точно говорит, как бы Господь не совсем же разорвал море, иначе его не склеишь. А как бы его раздвинул, а потом оно союзло. А для мудрецов самое главное было величие вот этой мощи его как бы разорвать. Что с ним было потом уже не важно. Это нам-то нам-то какое дело. Пусть будет пустыня даже. Самое главное, это как бы две разные подхода. Ладно. Запятая кончает вторую строчку. Третья строчка. ла-гурбам йом, ла-гурбам ла-ил, уляхазик это магнет. Жить в них в этих водах морских, да, в пучинах в пучинах морских. Жить в них день. Жить в них ночь. Тоже, конечно, день и ночь это, когда еще сравнительно ничего, а ночь, когда очень плохо. И держать магнит, все время. То есть, можно было сказать, какое свойство приспособления, говорили всегда евреи, они приспосабливаются к разным странам, разным народам, разным культурам, могут жить даже в море. Говорят, нет, это не просто жить, это жить, да, ничего не поделаешь иногда, но надо держать магнит все время. Имеется в виду компас. Да. Компас. Направление у нас сохранится. Четвертая строчка. который, вот этот магнит, который есть руль, и он же компас. мацпен это компас. А мацпун это совесть. Мацпун это совесть. Мацпен это ком. Я вам скажу, почему. Может быть, вы, если вы спрашиваете, я не знаю. Почему мацпун это совесть? Мацпун это слово более, более, более позднее, но оно от слова цафун, цфунот. Цафун это скрытое, то, что внутри. Совесть она скрытая, то есть совесть она не, ее же не видно. Цофен это код. Секунду, секунду. Цофен это код, это несколько иное, но тоже это скрытый текст. а цафун это скрытое, то, что скрыто. Как-то один человек сказал, моя совесть чиста, я никогда ей не пользовался. Запашка. Замечательно. То есть совесть это не что-то внешнее, конечно, это внутреннее. Почему же слово мацпен? Это другое. Мацпен от слова цафон, север, то есть стрелка, которая указывает на север. И от этого слова мацпен. Какая связь есть между цафон и цафун? Вопрос хороший. Вопрос хороший. для нас скажем, то, что было за пределами Ефрата, это для нас был самый север, северо-восток, было непонятно. Оттуда приходили кочевые племена. На юге было египетское государство, оно было более-менее понятно. Мощным иногда было нашим врагом, но понятно. оттуда оно не пропускало кочевников, но с Иранского Нагоря и из Месопотамии приходили всегда кочевники. Новые народы. Древние народы и новые народы. Все Акацы, все Ассирийцы, все Хетты, все они приходили оттуда. Я вором оттуда. Да, и мы тоже оттуда, это верно. Но об этом говорит стих в Писании Мецофон Типатахараа. С севера начнется зло. Да, там было непредвиденным, кто оттуда придет. Скрыто. Скрыто. Может быть, это и есть верно. Поэтому Мецофон, Мецофон, Мацпен и Мацпун. Итак, я возвращаюсь к нашему строчку. Шегу ке-хеге вегу Мацпен. Он же, да, этот магнит, он же как руль и он же как компас двоеточие. Ланхот геза, то есть направленный направлять, направлять, направлять расу или род наш Минофим из краев иных по сути, и это следующая строва, эль кедемнофав, к древним краям, но и прежним краям. Своим. Слово кедем, оно и древнее, и прежнее. Как, например, сказать, йом кодем, это прежний день. Кодем, кедем, все это раньше, прежде, и то же самое древнее, то есть оно всегда раньше. Ну, а кодема, это наоборот. Дело в том, да, вы правы, но вот, вот иврит. Для евреев кодема, то есть к востоку, это тоже кедем, к истокам это было вперед, все остальное было назад. к иерусалиму. Да. Это было вперед. И от этого произошло слово кодема, нынешнего иврита. Когда-то, когда это началось, когда слово было кодема, все было понятно, кодема это было на восток. Как немецкое, но к востоку, то есть они только туда и могли расшириться. А для нас кодема это было. И поэтому то, что в Атикве Айн Цофия кодема, кодема имеется в виду восток, не просто вперед. В нынешнем иврите это стало вперед. Для нас восход это восток, это мизрах, мизрах, лизроах, оттуда начинает светиться свет. А на араб, и это слово это море, там же запад, то есть солнце западает, и это наша спина. кедма вецфона кедма это естественно, цофона векедма негба 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 это, конечно, юг, наш юг. Как в песне поэц? Это цофона на юда юда на 100. я сейчас вот это не четвертая а пятая строчка. прежним краям своим или древним краям своим то же самое запятая ибо действительно глазами своими открытыми увидит увидит мечту. То есть когда он пойдет туда, то то, что было сном и мечтой станет явным. и это увидит открытыми глазами. Сон видят закрытыми глазами, а мечта когда исполняется ее можно увидеть открытыми глазами. И пошли. Так? Я повторяю, ибо действительно открытыми глазами увидит мечту. на иврите халом это мечта и сон. Последняя строчка, которая вся подчеркнута. Воспою Всевышнему хвалу, ибо эта хвала наша и не умолкну. или не буду молчать. Это хорошо. Но это дом. От слова дома не дом имеется. это дом. Это дом для сыгора. Спасибо. Это не стылин? Нет, это как бы похоже. Очень похоже. Похоже, но нет. Войной дом? Есть. Он берет из разных стихов и делает свой. не умолкну. А мы ревусел сгадим. Потому что дом от слова дома ладум. Думья. Это все что интересно. Конечно. Потому что здесь видите мудгаш еда геш в дамиде. Это в смысле это как бы ло эндом. Надам. надам умолк. Это не от слова дам, а от корня надам. Иногда мудг проявляется, иногда нет. Жой дагеш? Да. Все, товарищи. дагесет, конс мудгаш мудгаш мудгаш